150 тысяч подъемных молодым специалистам, остальным повышенные доплаты за классное руководство. Вот такими новостями поделилась с коллегами начальник управления образования округа. Какие еще вопросы обсудили на традиционной педагогической конференции, расскажет Евгения Цветкова. Доступность и качество образования – ключевая тема педконференции. По сути, она традиционна, но на этот раз обратили внимание на уровень подготовки к итоговой аттестации в девятых классах. Количество выпускников в девятых классах составило 1232 человека. Из них 11 не были допущены к экзаменам. Это то, над чем нам нужно с вами работать. Три выпускника не прошли итоговую аттестацию. По результатам ЕГЭ, наоборот, динамика положительная. В этом году выпускники набрали высокие баллы по математике, литературе, географии и истории. Лидер по числу призеров олимпиадников и лауреатов конкурсов – 15-я гимназия. Мы поздравляем коллектив школы. Объявив итоги, перешли к проблемам. Одна из них – кадровый дефицит, особенно в средних классах. Клинским школам не хватает учителей-словесников, педагогов по математике и иностранным языкам. Чтобы привлечь и удержать профессии молодых, с этого года в регионе запускается спецпрограмма губернатора. Главное, что мы видим поддержку губернатора для того, чтобы эти молодые специалисты оставались и работали в наших учреждениях. Это обещанные гарантированные подъемные выплаты в размере 150 тысяч рублей каждому молодому специалисту, приступившему к работе по окончанию вуза. В этом году команда клинского образования пополнилась на 21 молодого специалиста. Татьяна Масихина, закончив главный вуз страны МГУ за педагогическим опытом, пришла в сельскую школу. После окончания Московского государственного университета я пришла работать в Новощаповскую школу. Меня там очень радушно приняли и я не только влилась в коллектив, но я еще стала классным руководителем пятого класса. Еще одна хорошая новость. С первого сентября в области заметно повысили ежемесячные доплаты за классное руководство. Впрочем, о деньгах в учительской среде говорить как-то не принято. А вот сердечные слова благодарности в адрес ветеранов образования звучат обязательно. На самом деле это большая честь быть признан такими мастодонтами, такими действительно настоящими педагогами, педагогами заслуженными, с большой буквы. Вам спасибо огромное, вам наше признание, мой низкий поклон. Спасибо. А лучших из лучших по итогам прошлого учебного года наградили почетными грамотами от МОЗ Облдумы. Евгения Цветкова, Александр Сидей, Юлия Левицкая. Новости дня.